Неприятности, которые случаются на круизных лайнерах. Драка на круизном судне. В феврале 2018 года, во время 10-дневного путешествия на круизном лайнере Carnival Legend по южной части Тихого океана вспыхнули ожесточенные драки. В результате конфликта экипаж досрочно высадил на берег 23 пассажира во время внеплановой остановки в Идёне, Новый Южный Уэльс, которые являются представителями одной семьи. Другие пассажиры сообщили, что в целях безопасности они запирались в своих каютах. И что во время путешествия на круизе, большая семейная группа устраивала драки. Очевидец драки рассказал, что конфликт начался после того, как мужчина случайно наступил одной из-за дыхающих на платье. Пострадало до 30 человек. Столкновения судов. Несмотря на самые современные системы навигации и предупреждения столкновений, аварии все же случаются. Обычно это происходит в портах при маневрах или сильном ветре. Круизные лайнеры Оркестра и компании МСК Крузис столкнулись в порту Буэнос-Айриса в Аргентине. Инцидент произошел, когда лайнер Оркестра с пассажировместимостью около 3200 человек выходил из порта, в то время как МСК вместительностью 3600 пассажиров стоял у причала. Совершая маневр, Оркестра врезался в пришвартованный корабль и нанес ему незначительные повреждения. После расследования Оркестра был допущен к плаванию и направился в город Мальдонадо, Уругвай, а МСК остался в порту Буэнос-Айриса. Никто из пассажиров и членов экипажа обоих лайнеров не пострадал. Ранее в феврале пассажирское судно компании Norwegian Cruise Lines, на борту которого находилось более тысячи пассажиров, столкнулось с причальными буями в порту Пуэрто-Рико. Круизный лайнер Epic был направлен в порт Сан-Хуан из-за неисправности. Когда судно подплывало к причалу, его занесло и оно столкнулось с буями. Один человек погиб и четверо получили ранения в результате трагического инцидента на борту крупнейшего в мире круизного лайнера Harmony of the Seas «Гармония морей». ЧП произошло, когда судно зашло в порт Марселя на юге Франции. В сентябре 2016 года, во время проверки спасательной шлюпки погиб член экипажа круизного судна. Он сидел с четырьмя другими членами экипажа в шлюпке, когда лодка оторвалась от креплений и упала в воду, пролетев 33 фута более 10 метров ниже уровня палубы у берегов Марселя, Франция. Двое членов экипажа находились в крайне тяжелом состоянии. Тем временем в порту Марселя было расследование, чтобы выяснить причины инцидента. На круизном лайнере Vision of the Seas произошло ЧП. Один из членов экипажа выпал за борт. Инцидент произошел в момент, когда лайнер стоял у причала в Ливорно, Италия. Пропавшим оказался 26-летний матрос, гражданин Филиппин. В ходе поисково-спасательной операции было найдено тело моряка. Причина происшествия неизвестна. Круизный корабль «Карнивал» потерял аппарат для диализа пассажирки, а затем высадил ее на берег. В мае 2012 года пассажирка проходила регистрацию на свой рейс через сайт на круиз по Ямайке. Когда женщина обратилась за аппаратом диализа, в «Карнивал» сказали, что не могут найти ее портативный аппарат. Женщину, которая нуждалась в диализе каждую ночь, выпроводили с корабля без объяснения причин. Судно вышло из порта с ее багажом и, предположительно, потерянным медицинским оборудованием на борту. Компания принесла публичные извинения, вернула ей деньги за билет и предложила скидку на следующий круиз. Инцидент случился на круизном лайнере «Князь Владимир». Первый рейс лайнера «Князь Владимир» в навигации 2018 года должен был состояться 29 апреля, однако круиз был перенесен на 6 мая по техническим причинам. Но и 6 мая не сложилась судьба круизного лайнера «Князь Владимир» отплыть, так как случилось возгорание в машинном отделении судна, которое недавно прошло ремонт и подготовку к новому круизному сезону. Во время ЧП было эвакуировано 243 человека, все они члены экипажа. Никто не пострадал. Всем 200 пассажирам, купившим билеты на первый круиз лайнера, компания «Туроператор Черноморские круизы», предложила несколько вариантов компенсаций. И первый рейс в 2018 году круизного лайнера «Князь Владимир» был отложен на неопределенный срок. Сочинская транспортная прокуратура провела проверку по факту возгорания в машинном отделении теплохода «Князь Владимир». Инцидент произошел из-за обрыва масляной трубы, и масло попало на двигатель, и он загорелся, рассказал начальник сочинского гарнизона пожарной охраны Алексей Колотко. Кораблекрушение. Самая распространенная фобия – это кораблекрушение. Ведь до сих пор у всех на слуху кораблекрушение итальянской Коста Конкордио. На самом деле в новейшей истории это кораблекрушение уникально. Мы не берем сейчас в расчет азиатские или африканские паромы, на которых не соблюдаются никакие нормы безопасности и загрузки пассажиров. При объемах перевозок крупнейших круизных компаний в десятки миллионов пассажиров в год зафиксировано только одно кораблекрушение с 32 пассажирами погибшими. При этом более 4200 пассажиров и членов команды Коста Конкордио были успешно эвакуированы. Конечно, не хотелось бы оказаться на борту терпящего крушения лайнера, но при таком объеме перевозок вряд ли это произойдет именно с вами. Выберите самые ведущие круизные компании мира и отправляйтесь в круиз на борту лайнеров лучшей компании. Вы всегда можете быть уверены в качестве предоставляемых услуг и надлежащем уровне безопасности. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok